Дело о жестоком убийстве начинают рассматривать в городском суде. Организатор похищения и заказчица бизнес-партнер убитого. Киллер, лже-сотрудник спецслужб, похитители, студенты. Владислав Беляков подробно. Я его дотащил за ноги, затем я его... столкнул... Все бросать можно? Угу. Столкнул в яму, и после этого мы с Дариной начали закапывать его руками. Вот так вот. На следственном эксперименте киллер Рамиль Павлов показывает, как избавился от тела предпринимателя Игоря Родионова. Всего в деле о похищении и убийстве 8 обвиняемых. Организатор, бизнес-партнер убитого Марина Василевская, киллер Павлов, трое похитителей, подруга бизнес-вумен Дарина Авксентьева и посредник Тимур Боков. Последние двое под домашним арестом, несмотря на то, что Авксентьева помогала прятать тело. Вспоминать об этом подсудимая отказывается. Почему? Почему? Сколько это вообще страшно, помогать прятать тело. Тем более, такие вопросы. Хочется отвечать. Почему Авксентьеву не заключили под стражу, не знает даже ее адвокат. Хороший вопрос. Да. По информации издания Фонтанка, Родионов занимался обналичиванием денег. Получил от Василевской 25 миллионов рублей и якобы присвоил. Тогда бизнес-вумен обратился к знакомому Павлову. Он соврал ей, будто имеет отношение к спецслужбам. Убивали в окрестностях поселка Лисий Нос. Исполнитель, охранник одного из петербургских музеев, пообещал заказчицу, что не только расправится с предпринимателем, но и отрубит ему пальцы, чтобы женщина смогла получить доступ к смартфону бизнесмена и скачать оттуда необходимые документы. В последний момент киллер не стал отрезать своей жертве пальцы. На допросе признался, не хватило духу. Ему было неприятно просто это делать, неприятно рубить. Ну, задушить ему оказалось проще. Павлов рассказал, как бил, душил и закапывал. Кроссовком ему надавил на область шеи, достал из кармана веревку, обмотал вокруг шеи и начал за концы тянуть, надавливая ногой на шею. Ну, душил в течение минут двух-трех. Похитителей задержали уже на следующий день. Ведь на преступление они поехали на каршеринговой машине. Убивал Павлов по бартеру. У Павлова до этого были взаимоотношения с Василевской. И он брал у нее в долг 15 тысяч рублей. Она, соответственно, сказала, что простит ему этот долг, а также дополнительно устроит его на высокооплачиваемую работу в одну из своих организаций с большой зарплатой, соответственно. Следить за бизнесменом и контролировать выполнение заказа Василевская попросила свою знакомую Дарину Афксентьеву. Она несколько дней изучала маршруты и режим дня Родионова, а потом лично помогала Павлову прятать тело. Она призналась, да, что она помогала заказать труп? Да, да. На похищение жертвы Василевская не пожалела почти миллиона рублей. Павлов через знакомого Тимура Бокова нашел троих крепких мужчин. Андрея Колбина, Фархата Шухратова и Валерия Тена. За участие им заплатили по 50 тысяч. Бизнесмена похитили прямо здесь, на улице Савушкина. Родионов вышел из кафе, там он встречался с друзьями. Свернул во двор дома, где жил. Мужчину избили, затолкали в машину и вывезли в лес. Заказчица похищения передала оплату за выполнение работы прямо у могилы Родионова. Посредник Боков об участии в преступлении жалеет. Вы же знали, что вы участвуете в похищении, но не смущало вас это? Ну, не смущало, конечно, поэтому показания по этому поводу вела. Ну, хотя бы раскаивайтесь. Киллер Павлов заключил сделку со следствием. Признал вину, в надежде, что ему снизят срок. Василевская грозит до 20 лет колонии. Четверим ее пособникам до 12. Они просят о рассмотрении дела судом присяжных. Еще один похититель, Валерий Тен, сбежал за границу и был объявлен в федеральный розыск. Владислав Беляков, Степень защиты.